Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Conan Exiles, и я не на запись немного покопал, пока я ждал вербовки вот этого раба, которого мы в прошлой серии сюда притащили, бойца второго тира, второго ранга, не знаю, как это правильно здесь называется, вот, но это заняло довольно много времени, 3, может быть 4 часа, сложно сказать, но довольно много времени, я успел сходить несколько раз за железом, и сюда, и вот сюда, вот тут у нас залежи угля и железа, которые мы нашли в позапрошлой серии, если я не ошибаюсь, и за одну ходку получается около 1000 железа принести, что весьма недурно, и запасы у нас не только железа, но и других ресурсов уже тоже есть в целом, более-менее такие неплохие. Кожи там насобирал, походил, крокодилов поубивал, было испытание на убийство крокодилов, о, кстати, обновилось, да, ну, наверное, раз в сутки обновляется, а, наверное, не раз в сутки, 41 минута осталось до новых испытаний, а сколько, я чуть не обратил внимания, сколько у нас было в прошлой серии тут написано, в общем, вот это все уже обновилось, и можем мы тут что-то сделать, скорпионы. У нас, в принципе, есть недалеко скорпионы, хочу ли я пойти убить 10 скорпионов, в принципе, наверное, можно попробовать. И кошачьи хищники тоже есть недалеко, но они прям жесткие. Может, скорпионы тоже жесткие, я не пробовал. Но 40... А, вот, наверное, сколько было у нас написано в прошлые разы, да? Отлично, отлично. Ну, короче, мы в любом случае сегодня побегаем с нашим рабом, и пока я ждал его приручения, вербовки, да, я погуглил немножко насчет этой темы, и у нас, чтобы ускорить сам процесс, ребята предлагали сразу рейты поставить, ну, наполовину срезать, чтобы приручение, ну, вербовка, да, наемников была быстрее. Но у нас есть вербовщики, как они называются, надсмотрщики, которые ускоряют этот процесс. Может быть, нормально будут приручаться, то есть нам нужно просто найти хорошего надсмотрщика, да, и скорость вербовки всех рабов заметно ускорится. И уже тогда я подумаю, да, стоит ли там менять рейты, или будем дальше на стандартных играть. Но вот простой надсмотрщик, самый простой первого уровня из вот этого бомжатского лагеря возле нашей базы, очень быстро завербовался, наверное, раза в два быстрее, чем этот. И он уже ускорит вербовку всех следующих рабов, которых мы будем, там, со временем вербовать. Да, давайте мы его заберем, по-моему, или давайте вот так, в инвентарь. Это все как-то так нелепо сделано, я не знаю. И что там, как у нас... Наверное, вот так вот мы сделаем, да? И теперь активируем, активируем. Нельзя разместить этого раба, в смысле? Я вроде... Так все делал. Получено достижение. Позолото, ложь и ремесло. То есть... Я надсмотрщика не могу просто вот так вот в мире поставить, чтобы он у меня там возле стеночки стоял. Нужно обязательно... То есть просто чисто инвентарный раб такой, да? Ладно, давайте посмотрим с этим. Мы забираем бойца, точно так же вот так вот его и... Во, его мы можем поставить. То есть реально у нас только бойцы... Ох, в этой серии я, наверное, буду много возмущаться насчет Конана и... Насчет того, насколько более как-то... Ну, даже не то, что реалистично, более естественно и правдоподобно, в какой-то степени, насколько это возможно, некоторые другие соседние игры в схожем жанре, да, сделаны намного лучше. Давайте посмотрим, например, на... Кстати, да, если наш вот этот вот наемник, ну, раб наш, завербовался за 3-4 часа, то за это время вот эта кракозябра выросла только на 50% и лошадь примерно настолько же. И я думал, что пока идет процесс роста, нам животное нужно кормить. Но нет. Нам нужна одна травка, одно растительное волокно, чтобы запустить процесс крафта. Это никакой не рост, это в механиках даже написано. Это крафт. Везде здесь все построено на крафте. Здесь нет никакого ни выращивания, ни разведения, ничего. Здесь просто крафт всего. Я не знаю, кому пришла в голову идея сделать вот такие механики, и кто считает это классными механиками, потому что, ну, есть люди, которые в восторге от Конана и говорят, как здесь все классно сделано, и как здесь все намного лучше, чем в арке. Но вот это все, что связано с живыми существами, сделано в разы хуже, чем в арке. В разы хуже. Это просто вот, да, вот... Мы... А, да, еще момент. У нас... Это даже не доделано. Это не то, что плохо сделано. Это не доделано. У нас есть... Я вот в прошлой серии говорил, что вроде бы у жеребят наших нет никаких статов, ничего, но названия у них разные. Крепкий жеребенок. И у нас в инвентаре там валяются два быстрых жеребенка. Два быстрых. Еще есть какой-то третий вид. Я не помню какой. Но это ничего не значит. Но, во всяком случае, последние три года с момента выхода лошадей в конане, да, это просто названия ради названий были. Они не характеризуют того коня, которого мы получим. Быстрый... Из быстрого жеребенка не получится быстрый конь. Получаются они все одинаковые с одинаковыми статами. Может быть, что-то в последних обновлениях меняли за последние там несколько месяцев. Но, во всяком случае, по той чуть более старой информации, да, которую я вычитал в интернете, это вот так. Это разработчики сами говорили, что это ни на что не влияет. И пока что не реализованы все вот эти... Какие-то, может быть, их задумки. И, ну, три года прошло уже, да, и... Как я понимаю, ничего не поменялось. То есть, ну, казалось бы, логично, если этот жеребенок крепкий, то он будет более, там, или выносливый, или, да, ну, то есть более живучий, или больше веса будет переносить. А быстрые будут более быстрыми. Но... нет. И еще очередное фиаско, то, что все у нас кони, как я понимаю, будут примерно вот такими. А если я захочу белого или черного коня, то у меня только один выбор, это... Ну, один вариант получить черного или белого коня, это купить DLC за 5 баксов. И скрафтить себе из вот этого обычного коня, скрафтить черного или белого. Это... Это все очень плохо сделано. Я... я не знаю. Может быть, я тут в чем-то ошибаюсь, да. Может быть, что-то поменялось с тех пор, как вот информация, которую я читал, была опубликована. И я хочу ошибаться, но, во всяком случае, пока то, что я вот вижу, это все очень плохо. А инвентарный раб это тоже... Мне ребята рассказывали, когда я в Мифы Империи играл, что в Конане лучшая система с рабами сделана. Ну как? Ну как она лучше? Ну... Там... там все логично сделано. Ты завербовал этого раба, да? Примерно таким же способом на каком-то условном... На дыбе, да? Не на... тут колеса, типа, более так называемые. Там он на дыбе висит, вербуется. Вот. И потом он как... Живое существо, ну насколько это возможно, да? Мы его ведем к станку, ставим за станок. А тут это просто инвентарный раб, который появляется только когда мы ставим здесь его. Ну что, серьезно? То есть, я вот говорю, я все время жалуюсь про Конана, на Конана, именно на то, что он неестественный. Он не ощущается какой-то целостной погружения в мир. Здесь руинится во всем. Здесь все просто кричит, что это условная игра с условными механиками и с болванчиками, которые привязаны к месту. И если ты от этого места его отведешь на 10 метров, он просто диспавнится и появляется у себя там на месте, да? Ну, не всегда, конечно. Иногда по-нормальному просто уходит и выйдется, типа, да? Но часто просто они исчезают и... Здесь крокодилы даже в воду зайти не могут. Как это? Так, ладно, я спокоен. Конан лучшая игра в мире, как пишут в комментариях некоторые. Давайте в ней дальше разбираться. Может, дальше что-то будет интересное. Так, давайте посмотрим на этого неинвентарного болванчика, что у него интересненького тут может быть. Снаряжение. Вспомогательное оружие. Основная рука. О, кстати, у него сразу железный топор. Прикольно. Приготовленные свиные шкурки. Ммм, звучит интересно. Рыба, жареный окорок, поджаренный... А ты вяленое мясо не ешь, да? Мясные обрезки. О, это что, кашей придется кормить тебя тоже, да? Ну, наверное, да, как вариант, закинем ему кашу немного. Вообще, если я правильно понимаю, то... Семь проворства у него. Три черты у него, да? На десятом, на пятнадцатом, на двадцатом уровне откроются. Которые дадут бонусы как раз вот к характеристикам. Но если я правильно понимаю, если это работает так же, как с лошадьми с теми же... То, может быть, его надо кормить чем-то конкретным. И это будет давать повышенный шанс прироста тех или иных статов. И самый важный стат, это живучесть у нас. На самом деле. Потому что кроме живучести, кроме здоровья, им, по большому счету, ничего не надо. Выдержка. Броню дает. Ну, живучесть, понятно. Проворство. Ну, это, да, это в зависимости от того, какое оружие, да? У нас есть оружие, которое от силы работает. И оружие, которое от ловкости работает. А у нас это проворством? Да, проворством тоже называется. Кстати, пока я не на запись там занимался всякими делами. Я и уровней немного поднял. Сколько там у нас уже? Двадцать шестой уровень. Четыре уровня. Если мы возьмем, то мы сможем сделать железную дубину уже. И... 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 Может быть, там еще что-то посмотрим. Так. А ну-ка. Да, вот. Например, каша, которую я ему кинул, дает плюс четырнадцать процентов шанса на рост именно силы. При повышении уровней. И нам это не надо. Значит, каши мы тебя кормить не будем. Надо найти что-то, что дает ему именно силу. Я мясо, наверное, все свое уже завялил. А такое мясо вроде как он не ест. Шкурок тоже, этих местных обрезков никаких нет. В принципе, может быть, сейчас надо сходить за мясом будет. Так. Вот так вот мы делаем. Без него. Давайте проверим. Поменялось. А, тоже силу дает. То есть он ест это мясо, но оно нам не подходит. Хорошо. Хорошо. Давайте попробуем принести. Вот тут-то мне может понадобиться сейчас... А я выложил, да? Выкинул, по-моему, этот нож мясника. А, нет, вот он валяет. Давайте мы железные сделаем. Давайте сделаем железные. И нож с корняка этот мы сделаем железный. И вот этот нож мясника. Потому что, ну, это будет удобно, хорошо. И нам тоже для этих самых, для дальнейших там... Для дальнейших, как они называются, путешествий нам это понадобится. Кстати, мы можем, наверное, с колодцем завершить. Тут мы получим материалы. Где-то у нас... Алхимик, кожевник. Ладно, неважно. Где это оно, по идее, должно будет разблокироваться само по себе. А здесь оно... Вот здесь. Где-то было, выучите, типа, или сделать железный нож этот. Но в любом случае, давайте мы... Сейчас веток закинем сюда. Половину, наверное. Пусть тут лежат уже. Так, чё? А, F надо нажимать, а не E. И железный колун тоже сделаем. Будем больше, может быть, мяса собирать сейчас. Но, во всяком случае, пока оно нам надо. И, может быть, ещё оружие какое сделать новое. Давайте посмотрим. Какие у нас есть варианты? Катана у нас есть. Я хочу, наверное, что-то двуручное. Катана у нас есть, да? На 21 левел. 23 урона здоровью. Наш мечик, который мы открыли, 18. На 5 урона, типа, больше будет, да, у него? Железный широкий меч. Двадцатка. 23 абордажная сабля. Корсека. Корсека. Корсека, я даже не знаю. 22 урона. О, двуручный меч. 27. Ну, вот эти вот оружия мне что-то не нравятся совсем. Кинжалы какие-то прям скучные. Ну, просто мне... Сами кинжалы не нравятся. Вот это вот оружие от ловкости, которое зависит. Как и луки тоже от ловкости зависят. А вот это, как я понимаю, и вот это вот от силы. Одноручное, двуручное. Так, ладно, что я хочу? Я, наверное, хочу двуручный железный меч посмотреть. У него больше всего именно, вот, как минимум, да, базового урона. Он, наверное, будет большой, широкий и, может быть, будет сразу цеплять много врагов. Не знаю, посмотрим. Давайте сделаем. По ресурсам они, в принципе, поскромнее. Кому так все стоят. В принципе, щит с щитом я все равно не пользуюсь, да. Одноручное оружие, наверное, просто будет бить быстрее. Может быть, в этом его преимущество. Но, опять же, тут надо все смотреть, потому что, может быть, как угодно вообще. Но щитом я, скорее всего, пользоваться не буду. Щит как-то мне не нравится совсем. Так. Ну, вот, меч хороший. Правым кликом, если мы бьем. Ну, у меня нету, да, ничего не вложено ни в силу, ни в проворство. Поэтому мне, в принципе, все равно, каким оружием пользоваться. Начал потихоньку авторитет качать, да. Авторитет как раз увеличивает наш оглушающий урон. Поэтому будем вкладываться в авторитет пока. Какое-то время. И давайте мы, наверное, сделаем еще один для нашего напарника. Пусть крафтится. Пойдем, наверное, мясо пособираем для начала, чтобы точно дать ему еду, которая увеличивает 14%. По-моему, там максимум, если я не ошибаюсь. Да, но в любом случае это уже хорошо. Надо дать ему какую-то еду, чтобы был повышенный шанс именно на рост живучести. Не туда кувыркнулся немного, ну ладно. Ну, какой у нас тут бонус на замедление? Ух ты, как замедление навешивает, слушайте. А, и оно исчезает. Все четыре исчезли, я понял, одновременно. Но с одного удара сразу замедление идет. Мы получили 13 мелкой дичи. Так, давайте мы пойдем сейчас какого-нибудь оленя грохнем и возьмем с него большой кусок мяса. Пожарим и то, и другое. И посмотрим, какие характеристики это будет давать. Можно вот эту кракозябру пойти грохнуть. Мне вот, конечно, немного не нравятся некоторые атаки такие, закрученные слишком, когда персонаж вокруг себя там крутится. Но в целом боевка мне нравится. Сами мобы, эти болванчики, глупенько себя ведут немного, но в целом боевка доставляет удовольствие определенное. Вот она в сравнении с... А, да, это такой, который взрывается. В сравнении с арком, конечно, гораздо интереснее. В мифах империи боевка тоже, наверное, по-своему, в какой-то степени интересная. Но такая мне больше нравится, чем в мифах. Во всяком случае, пока что. Ребята говорят, что такая надоест очень быстро, особенно, когда там долго с боссами махаться нужно. Они болванчики сами по себе глупенькие. Паттерны движения у них одинаковые, и скучно просто становится. Вот. Но... В целом это как-то... Такая боевка более... Живая. Так. Более активная, да, с кувырками. Кашу мы не делаем пока. Каша не надо. Каша не надо. Кашу кинем. Куда-нибудь сюда пока всю, наверное, пусть валяется. Она, в принципе, портится довольно долго. Но съедается довольно быстро. Так. Мясные обрезки. Угу. А нет тут какой-то кнопочки, чтобы перейти к нему сразу в инвентарь. Ну, не в инвентарь, а в статистику. Нет, походу, да? Тоже силу, да? Что ты будешь делать? Что тебе все силу дает? А, знаете что? Наверное, он съел кусок мяса. И поэтому бонус у него этот на силу остался. О, наверное, так. И он не... Надо, короче, смотреть все равно на Вики, потому что тут нифига непонятно. А у этого, кстати... У этого... А, нет. На него мы даже нажать не можем. У него нет ни характеристик, ничего. А, как это плохо. Как это плохо. Ладно, я пойду гляну на Вики, чем нам надо кормить этого балбеса, чтобы он именно повышал здоровье свое. Ага, нам, получается, надо именно жареное мясо. Вот такой поджаренный стейк, да. Именно он дает как раз повышение здоровья. Мясные обрезки. А можем мы жареные мясные обрезки теперь кинуть сюда? Нет, не можем, да? Можем, можем. 12 кусков получим вяленого мяса. Пусть будет. Хорошо. Вот эти 30 кусков мяса идут этому товарищу в инвентарь. Как долго это мясо... По полчаса лежит у нас в инвентаре. У него в инвентаре мы не видим, сколько лежит, к сожалению. Опять же, в арке это удобнее сделано. Может, оно не портится у него в инвентаре? Может быть такое? Это было бы глупо как-то, да. Так, что у меня лежало вот здесь? Вот что у меня лежало здесь, я понял. Я понял. Так, давайте мы выложим... Голову Газели. Она нам сейчас не нужна. Все, мы можем идти... А, нет, давайте мы броню сделаем какую-то для начала. И мы можем теперь среднюю броню уже сделать. Да, у нас есть кожа, у нас есть веревки. Мы можем наделать средней брони. Может быть, какую-то новую броню сейчас откроем? Сейчас посмотрим, где там наша кожа. Вот здесь. Давайте поставим крафтиться... Так, а веревки вот здесь у нас были. Ага. Кожу, вот эту шкуру тоже в кожу будем сейчас перекрафчивать потихоньку. Так, нам понадобится... Десяток. Так, если я хочу себе доспехи средние какие-то сделать и нашему напарнику. Кинем кожу сюда. Так. И давайте посмотрим... У нас есть еще одно путешествие опытного бронника. А, вон как раз железный... Да-да-да-да, давайте мы вот это сразу сделали. Среднюю подкладку мы как раз сейчас сделаем. Средние доспехи. Да-да-да. А вот толстую шкуру я пока не знаю, где добывать. Может быть, из каких-то более серьезных животных. Посмотрим. Сделайте тяжелую подкладку. Убив носорога, слона, медведя или иное подобное животное, вы можете получить толстую шкуру. Также такие шкуры используются для создания... Ну, понятно. Я пока еще не видел таких крупных животных. Но, в любом случае, мы можем потихоньку, да, вот этим всем заниматься, начинать. И давайте глянем, какие, какие, какие мы можем новые доспехи открыть. У нас только вот доспехи дикаря сейчас доступны, да? А здесь, как я понимаю, все три средние, легкие и тяжелые доспехи. Все три вида. Ну, легкие мне не нравятся. Что-то визуально как-то печально смотрятся. А вот средние уже получше будут. Это миллион DLC, а следующая на 30 уровне открывается. Вот это тут будет выглядеть, конечно, неплохо. Температура у них, по-моему, у всех одинаковая, да, по большому счету. Ну, всего вообще. У этого температуры нет или это просто глюк? И здесь тоже, да, у этих всех доспехов. Одинаковая температура. Или это просто какое-то страдное неправильное отображение? Или я просто не понимаю его, может быть, тоже как вариант. Так вот, откроем. Тут вот жалко, что мы не видим, кроме брони, да, по большому счету. Прочность доспеха, это, по-моему, как раз броня. Жалко, мы не видим, какие характеристики она дает. Ну, бонусы, да, у каждой брони у нас там... Может быть, не у каждой, не знаю. Но бонусы есть. Это тоже будет неплохо выглядеть. Ладно, давайте разблокируем. Что думать, как бы, да, мы можем разблокировать, а потом сделать себе зелье и заблокировать. Так, хорошо. Нас интересует... Ага. У нас нет сортировки... Никакой по классу брони, да? А, тут нам толстая шкура нужна. Сейчас окажется, что зря я всю шкуру перекрафчиваю, да? Запросто. Это у нас, наверное... Нет, средняя, правильно, средняя. Давайте сделаем себе королевский набор. А мы разблокировали, получается, во, вот такую вот камбуджийского шамана, но на нее как раз, да, нам пока не хватает, потому что толстой шкуры нет. Это все тяжелые подкладки, тоже из толстой шкуры. Короче, мы сделать в любом случае ничего не можем, кроме как раз вот этого наборчика. Нельзя как-то отсортировать еще, чтобы было видно только вещи, которые мы можем скрафтить. Наверное... Чем вот это отличается? Все и нет. А это DLC, как я понимаю, да? Можно отсортировать только по DLC... А, не только по DLC, смотрите. Особая... Что какая-то фигня. Тут везде все пусто. Только королевский доспех у нас есть. Это у нас... Панцирь детеныша панцирника. О! А, это щит. Ну, щит нам не надо. Щит это скучно. Ну, короче, да. Походу, ничего интереснее, чем королевские доспехи я себе не сделаю на данный момент. И закончилась кожа. Ой. Нет, я на что? Наверное, нажал. Тихо, тихо. Закончилась наша кожа. Не густо. Однако. Довольно быстро тратится. Но нам не нужна здесь... Да, нам не нужна шкура для этих доспехов. Поэтому мы можем ее полностью всю как раз и израсходовать. Так, что мы не сделали? Еще нагрудник мы не сделали. Так, делаем два нагрудника. И дальше ждем... 8, 8, 8 и 12. 20. Получается 36. Кожа нам нужна. И мы сможем сделать еще один набор. Давайте я сейчас на себя нацеплю все это дело. А дальше уже нашему напарнику сделаем. Эти доспехи увеличивают переносимый вес. Эти тоже, кстати, мы увеличивают переносимый вес. Поэтому, наверное, все равно. Наденьте элемент среднего доспеха. Я сделал... А, это на голову? О. Ну, так себе выглядит. Так себе выглядит, конечно. А эти мы... У нас будет потом верстак, типа, который позволит разбирать нам все барахло. Можно будет все это разобрать. Поэтому, наверное, пока выкидывать не буду. Где-то он там потом открывается. Я уже не помню где, но вроде видел. Буду траву тут хранить. Ради прикола чисто. А, у него получается, да. Вот он съел кусок мяса и у него бонус... Появилась иконка, что, типа, бонус идет к этому. К росту силы. Ага. То есть должно появиться сердечко, когда он съест кусок жареного мяса. Это уже на следующем, наверное, уровне будет. Наверное, так. А, да. И меч для него готов. Так. Топор мы этот тоже выложим пока. Сколько там у топора? 26, кстати. Урон вполне себе. Пробивание доспеха 0. То есть этот вручный наш меч будет получше против доспехов рубить. Силовое. Силовое увечье. Сминание щита. Кстати, топор тоже интересный в целом. И крафтить не надо. Давайте попробуем. Попробуем им попользоваться все-таки тоже. Так. Еще 107 кожи скрафтится. Ого. Неплохо. Неплохо. Так. Ну, короче, подождем чуток. Так. Доспехи готовы для нашего наемника. Наемника для нашего раба. Опять не то. Так. Нет, это так не работает. Это руки. Это голова. Это юбка ему. Вот это можно точно повыкидывать. Это мне не надо. Ему тоже, в принципе, не надо. Так. Ему нужно 1225 опыта до следующего уровня. Какой у них уровень максимальный, я не знаю. Да, но на 20-м у него открывается последняя, типа, черта. Может быть, 20-й максимальный уровень. Но, может быть, и нет. Посмотрим. Мне для повышения уровня надо... Тут пишут? Наверное, не пишут. 29 тысяч. Ого. Ну, ладно. Посмотрим. Идем. А, да. Надо... Что там? Как раз... Скомандовать врагу следовать за нами. Как это все работает? Следовать, да? Окей. Так. Следующих за вами рабов можно отправлять на задание. Удерживайте Е и отдайте приказ рабу... Тихо. Ага. Вот так вот, да? Что у нас? Атаковать, стоять, вернуться и переместить. Это просто его, типа, переставить... Нет, это нам не надо. Не может туда пройти. Что бы это ни значило. Ну, ладно. Можно быстро нажать Е 1, 2 или 3 раза, чтобы скомандовать рабу напасть на врага. 1, 2 или ты... Так 1, 2 или все же 3. Только не говори, что ты через дверь и не проходишь. Серьезно? О, пролез. Пролез. Хорошо. Все, пошли мочить рабов. По идее, этот наш товарищ, он как бы второго уровня, да? И он должен, наверное, быстрее... О, давай, давай. Он должен, типа, быть лучше, чем вот эти. Ну, так и не скажешь пока, да? Ну, хотя, ну, мечом рубит этим двуручным неплохо. И у него появился какой-то бонус, типа, как на лечение или что-то такое, да? Хочешь, я тебе дам... А, лечение, да. Это он, наверное, мясо жрет. И лечится мясо. О, слушайте, вот это он жрет, то мясо. Ни хрена себе. Может, я тебе дам зелий каких-нибудь? Может, ты ими будешь лечиться? Так. О, получает приказ... Стоять? Нет. Ну, не стоять же. Атаковать. Давай. Ну, неплохо в целом рубит. Ну, у них здоровье, конечно, в пять раз меньше, чем у него. А мне опыт перепадает, кстати, когда он убивает? Или ему, наоборот, когда я убиваю? Можем вот так, наверное, посмотреть. Ну, что-то, что-то там перепало. Так. Давайте посмотрим... Не, он жрет мясо. Он мясом именно лечится. Нам понадобятся миллиарды стейков. Я смотрю. Может быть, бинты ему дать? Будешь бинтами бинтоваться? Ну, если я скажу разве что, ему бинтоваться бинтами, да? Тогда будет. Ну, ладно. О, железная? О, прикольно. Поломанная, правда, немного. Но все равно прикольно. Так, ладно. Пошли за мной. Наверное, надо лутануть, чтобы, может быть, новое что-то заспаунилось здесь. Обратите в рабство ремесленника, да? Следующее у нас задание. Стоп. Ты идешь? А что ты не идешь? Вот это он тупой. Или он ждал там, пока перебинтуется? Или еще чего-либо ждал? По идее, ему тоже должно поддаваться, когда... Сейчас мы посмотрим. А, это, наверное... Вот так, смотри, надо. 868. Ого, 40. Ну, че? У него, кстати, стало больше здоровья на уровень... А, он с нулевого на первый уровень перешел уже, да, походу? И что-то он, по-моему, получил сейчас до хренища опыта. Когда я убил именно оленя. Но и у него до сих пор остался вот этот вот баф... На силу. На повышение именно силы. А, нет, уже нету этого. А, это получается баф, который просто... Да, вот, вот, все верно, все верно. Не так, как я подумал. Это просто увеличивает урон на 10%. Да, повышенная сила. Это он отображается, а не то, что, типа, будет сила увеличиваться. Ну, все, теперь в порядок. Можем работать дальше. Что там? Потерплю я еще. Наверное, потерплю, а что... Не, все нормально. Куда? Это быстро он улетел. Получает приказ стоять. Вернуться. А, атака это один раз нажать. Угу. Ваш спутник повысил уровень еще. По-моему, когда я убиваю, спутник получает больше опыта. Мне кажется, или... Так и есть. Переместить. Сейчас еще пару оленей грохнем. Ну, все. Последний удар не сделал. Олень убежал. Где-то был еще один. Или он тоже убежал. А, походу, тоже убежал. Ладно. А, вот-вот-вот один. О! Правым кликом как-то гораздо лучше идет. Да. Что там у нас было? Панцирь мелкого этого панцирника, да? Где-то нужен был или что-то. А, это для счета. 40 мелкой дичи идет. Весьма не дурно железным вот этим топором мясо мы получаем. Можно вполне нормально кормить... Постоянно жареным мясом нашего этого наемника. Который раб, а не наемник. Так, давайте с вот этим сначала разберемся. Не, ну в любом случае гораздо бодрее уже. Вдвоем мы рубим. Прям гораздо бодрее. Так, давайте попробуем на кожу их разделать. Слочков катастрофически не хватает. Там у нас есть киркотопор. Я бы хотел хотя бы киркотопор себе сделать. Так, 50 мяса мы уже собрали. Наверное, лучше я буду ножом разделать. Мы мясо тоже получаем, вполне нормально. Но так мы шкур получаем. Заметно больше. Не достал. Так, у него практически тысяча здоровья уже. Он уровень поднимет и будет как раз тысяча. И что там третьего уровня пока что... Ну неплохо в целом. Пойду я, наверное, сейчас мясца пожарю ему еще, чтобы на дольше хватило. Я лавлапнулся. Отлично. Оп, куда ты? На наемника сагрился. Вот там какая-то дурацкая стена. Я так понимаю, просто так край карты может быть обозначен. Если за нее зайти, без какого-либо предупреждения наш персонаж моментально умирает. А это я пить хочу. Вон, вот эта вот стена такая. Призрачная. За нее вот буквально шаг и перс сразу умирает. Я там уже умирал. Это было неожиданно. Я думал, там какой-то данж или что. Типа, да, как... Ну не знаю, переход такой. Но нет. Там просто призрачная стена. А с наемником, наверное, мы уже и не полазим так, как я лажу. Да, вот так вот. Так, ты спрыгнул или ты просто телепортируешься? Он телепортируется? Это классно. Вот то, что наши напарники телепортируются, меня радует на самом деле. Только что-то он... А, вот, не отстает. Все нормально, все нормально. 1156 уже здоровье у него. Супер. Супер. 7 дичи мы получили с этого... С кракозябры, с этой. Оп, не достал. Давайте топор посмотрим сейчас, кстати, да. У топора, если я не ошибаюсь, комбо... Сбивает с ног. Взрывная железа. Ух ты. Ну, наверное, у этого слишком мало здоровья будет, чтобы мы комбу на него... Сделали. Да, да. Слишком мало. Тут еще не отреспаунились балбесы. Балбесы. Да? Да. А, или нет. Я на него навешал всяких этих увечий. Кровотечение и... Наверное, дубина сбивает с ног, да, а не это... Может быть, может быть. Так, это, по-моему, два бойца. Четвертый удар сделать не получается, поэтому мы не узнаем. Слишком быстро они уже умирают. Это что такое? Оранжевая краска. Ну, ладно. Пусть валяется, пусть валяется. 28 шкур мы с него получили. Эп, не успел. Ну, все, все разбежались. А, нет, не все. Мне двуручник больше, наверное, нравится все же, чем топор. 400 шкур мы собрали. Как у тебя дела? 11 кусочков мяса осталось. И это только пятый, получается, уровень у него скоро будет. Но, в целом, неплохо. В целом, неплохо. Давайте сейчас попьем, пожарим мясо. Надо будет, наверное, выложить у него бинты, он ими не пользуется. Вот эти лечилки он ими тоже не пользуется. И накидать ему там просто целую кучу мяса. А если я перелезу... Он будет за дверью стоять? Наверное, да. Так, вот это мясо мы жарим. А вот это мясо я, наверное... О, да, телепортировался. Вот это мясо... Я даже не знаю, надо мне вялить его или не надо. Сейчас столько мяса этого... Уже я столько не съедаю. У нас запас еще тут довольно большой. Так, ладно. Я... Тогда выкладываю... Пока что топор. Выкладываю вот этот мечик. Визуально, который мне нравится определенно. И пойдем сейчас дальше выполнять задание... Задание... Путешествие наше. Так, тараканов повыкидываем. О, все, порядок. Одну дубину можно дать вот этому, да? Как раз. И оглушать сейчас всех подряд можно будет. Единственное, что... Нужно переключаться и... Нам, короче, нужно найти сейчас какого-то ремесленника. Так, все мясо дожарилось. Отлично. Ну, почти сотня у него есть. На какое-то время ему хватит. Наверное, не очень надолго, но... Пойдет. Так, хорошо. Мы теперь пойдем искать... Что там нам ремесленник надо. Любой. Ну, ладно. В любом случае, пойдем поищем, может быть, какого-то ремесленника. Тут часто бывает... Вот, по-моему, там как раз один из них. Может быть, даже не один ремесленником будет. Давайте дадим вот этому товарищу дубину сейчас. Этого я мечом сейчас грохну. Хотя, подождите, подождите, подождите. Они... Боец... Бронник есть, да? В принципе, хорошо. Первого уровня он бесполезный наверняка будет. Так, все. Бронника мы за это самое. Теперь остальных можем просто спокойно убивать. Ну, или они нас сейчас убьют. Я и мои друзья, мы думаем, как хреба. Ну, наш наемник довольно неплохо держится. Да, даже с тысячей здоровья. Там у топовых наемников около 10 тысяч здоровья будет, если я не ошибаюсь. Давайте я пока перебинтуюсь. Еще веревку возьмем. Ну, конечно, так как-то слабенько довольно оглушал, как по мне. Ну, в принципе, что бы не взять, да? Сундук... Сундук, кстати, уже отреспаунился. Но тут, по-моему, ничего полезного не бывает. Я даже не знаю. Если нам надо оглушать кого-то, то... Ему опасно, наверное, давать... Оружие. Он всех поубивает до того, как я оглушу, кого там надо нам. А дубинка у него... Ну, как-то слабенько работала, по-моему. Давай. О, как телепается. Классно. Так. Это бронник у нас завершено. Очередной этап... Завершен путешествие. Так. И... А, тут у нас... Ну, этого нам хватит. Он, в принципе, довольно должен быстро приручиться. Ну, относительно. Потому что он первого тира, да? И... Потому что у него тут надсмотрщик ускоряет этот процесс. Так, хорошо. И теперь нам надо ремесленника на место работы. К мастерским верстакам. Лишь бы там было свободное место. Мы можем, наверное, этот этап завершить вот таким вот образом. Отлично. О, путешествие рабовладельца завершено. И... Открыто несколько новых путешествий. Давайте смотреть. Что там? О, укротитель. Отлично. Владыка. Дыка. Постройте или используйте увеличенное колесо более... Ну, 30-й уровень надо. Это пока... Да. Умелый... Это... Это второго или третьего уровня? Слушайте, я даже не знаю. Например, могут научить изготавливать сферы, которые можно метать. Уникального. Враги с... Да, мне, ребята, в прошлой серии писали, что... Ээээ... Я... Череп... Вот этих вот именных... Ээээ... Изгнанников с черепком приручить не смогу. То, что я вот пытался в прошлой серии делать. Это не те именные, которые нам надо. Это просто как мини-боссы. Нам надо именно с... Ээээ... Золотой... Что там у нас? Где там это было написано? А, золотой каймой, да? Считаются лучшими из лучших. Затея очень рискованная. Но если вы сможете обратить его в рабство, то значительно улучшите свои возможности по созданию предметов или покорению земель. И повысить уровень до 20-го. Наверное, 20-й это максимальный у рабов. И мы капюшон вот такой получим. А тут мы что получили? Сфера пурпурного лотоса. И что? Зачем она нам? Что с ней делать? Мы, по-моему, где-то награду не получили. Или получили там всем награду. Или мы там, наверное, ничего не доделали, да? Еще пока. Наверное, да. Ладно, укротителя. Давайте посмотрим. Это мы все сделали. Детеныша поймать, вырастить, разместить, накормить, дать приказ, повысить уровень. Давайте мы вот это вот сделаем. Мы можем сейчас загон для питомцев еще раз построить. И разобрать его просто снова. Мы, наверное, тут не будем ничего с ним делать, в котором идет на данный момент выращивание. Так. Спутники. Идем. Куда-нибудь разместим. Это здоровенное здание. И его сразу разберем. Поймать детеныша тоже будет сейчас легко. Маленьких кракозябр у нас здесь полно. Прям под домом. Так что это труда не составит. А. Камень уже не влазит. Так. Давайте сделаем вот таким вот образом. Нет, не веревки сюда. А вот веревки сюда пойдут. Один листик алоэ нам, наверное, не надо. Так. Идем. Детеныша заберем. Первого попавшегося какого-нибудь. Может быть сейчас еще кожу там или мясо соберем чуток. Вон мелкие стоят. О, надо было, да. Оружие ему нормальное дать. Надо будет, короче, менять. А, слушайте, у него... А, нет, ломалась, ломалась по чуть-чуть дубина. Я уж понадеялся, что у него там, может, оружие не ломается. Все. Теперь нам надо вырастить животное. Ну, это... Время пройдет. С определенными видами корма шанс вырастить алифа питомца будет выше. Когда ваш питомец подрастет, вы можете вывести его из загона. Кладите в загон нужную пищу. То есть, если крафтить с какой-то другой едой, то, да, у нас будет, типа, шанс на... На альфа питомца. В принципе, мы можем попробовать. Мы можем сейчас словить этих кракозябр еще парочку. Посмотреть, что там за пища, да, им нужна. И закинуть в... Ну, я думаю, там можно будет закинуть сразу несколько. И одновременно, чтобы они росли. Оп, мимо. Еще немного ему до уровня надо. Там вроде бы заваранов, которых мы в прошлой серии убивали, нам неплохой опыт начисляло. Надо будет пойти сейчас с этим балбесом туда. Попробовать там... Там как раз эти, да, с черепками наемники эти. Не наемники, боже мой. Что же я их все время наемниками-то называю? Рабы наши потенциальные могли бы быть. Но не будут, потому что они с черепками. Так, давайте попробуем. Значит, мы забираем вот это. И кладем вот это. Да, нам теперь нужно просто добавить нужную еду. И мы можем еще троих словить. Вот таких вот мелких. Давайте посмотрим, что ему нужно. Короче, как я понял из Вики, мы можем делать что-то типа киблов, да, корма специального. Но там нужен какой-то цветок, которого я пока не видел. И я себе не спойлерю. Ну, без какой-то прям очень большой необходимости, где какие ресурсы лежат. И, пожалуйста, перестаньте писать в комментариях, куда мне нужно пойти, чтобы там что-то найти. Это неинтересно. Если мне будет нужно, я загуглю, я найду видео, найду там на Вике, где мне что нужно будет искать. Но пока я не спешу, мне, да, торопиться некуда. И у нас есть, помимо этого корма, чуть более простой вариант. Это пустынные ягоды. Я где-то собирал, они у меня, наверное, испортились уже. Надо будет сейчас пойти ближе к пустыне, попробовать поискать там эти ягоды. И корм дает 14-процентный шанс, что из обычного детеныша вырастет не простой панцирник, а какой-то там, типа, крутой панцирник. Как он там называется сейчас? Великий панцирник, как-то так вроде называется. Вот. И ягоды дают 10-процентный шанс. Да, то есть как бы шанс небольшой, что у корма небольшой, в принципе, да, на 14%, что у ягод всего на 4% меньше, поэтому будем пробовать ягодами все это делать. А тут у нас 100%, как я понимаю, вырастет простой вот такой вот панцирник. Вот. Может быть там некоторые другие вариации цветов у него есть, но в целом шанса на великого панцирника нет, если мы через траву крафтим его, да. Поэтому пойдем сейчас ягоды пособираем и еще троих вот этих вот кракозябру возьмем и закинем. Пусть они тут все себе коптятся, да, через какое-то время они будут готовы. Тут у нас уже практически наполовину бронник приручился. Вот. Не знаю, нужен ли нам такой первого уровня бронник или нет, но пока пусть будет. Вот. И пойдем мы сейчас... Я думаю, ладно, не будем возвращаться, разгружаться. Пойдем поищем ягоды. Их серпом можно собирать с кустов. И куда я серп мой дел уже? Ну, придется возвращаться. Тут у нас, по идее, не пустыня, да, поэтому наверняка этих ягод мы не увидим. Нам надо ближе туда, к пустыне, наверное, прийти все же. Покки-покки, мэйк. О! А, тоже переносимый вес увеличивает. Ну, короче, ничего интересного. Смоляную сферу возьму. Не знаю, что это и зачем, но пусть будет. И шкурки тоже будем собирать по возможности. Идем там, вон, можно мелких парочку, наверное, словить. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Один. Второй. Тisions. Второй. 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 Тенсирование. Второй. 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 Тенсирование. Т魔 המח. Наверное, там наверх поднимемся Есть ли что-то похожее на ягоды? Кажется, нет Вообще, надо, наверное, сейчас еще одного панцирника словить И пойти их выложить в эту, да И уже с пустым инвентарем идти А то у нас тут перегруз весьма сильный Вон, как раз еще один там есть Короче, побегал я немного вот тут вот ближе к пустыне И там только обычные кусты Без ягод, просто с растительным волокном Возможно, я ягоды находил, когда за железом мы вот ходили В позапрошлой или позапрошлой серии где-то там Вот, пойдем, короче, туда вглубь И, может быть, как раз еще нашего наемника подкачаем Вот там много кракозябр, но мы, наверное, к ним не пойдем Пойдем сюда наверх Посмотрим, может, что интересного Здесь будет Вот такие вот обычные кусты Там в той пустыне, которая южнее нас Но тут Это совсем не то, что нам надо Можно будет сейчас лагеря вот эти почистить еще тоже, как вариант Посмотреть, кто тут где обитает И, может, лут какой с них интересный будет или чего Давайте посмотрим, зайдем Так, вот лучники мне не нравятся, потому что придется подходить ближе Что там, это у нас первого уровня лучник, хорошо Блин, там еще один Так, хоро меня бить Плотник второго уровня был Это у нас Да, просто лучник второго Ну, вдвоем, конечно, гораздо бодрее идет Рубилово вот это Дыхательное зелье Хорошо Кожу будем с них брать? Будем, конечно же А их кострами можно, кстати, пользоваться? Ага, нельзя Что там? Коры немного же Железо Ух ты, елки-палки Отгреб я Эй, эй Это кто? Носильщик? Третьего уровня Ух ты Отходим, отходим Еще попьем Успел увернуться Хорошо Повар второго Повара нет Так Есть что у носильщика? О, что-то есть интересное Материалы Броньки Безрукавка черной руки Средний доспех Но без каких-либо бонусов К сожалению Деревянная миска Ух ты ж зараза И левелапнулись мы Хорошо Так, этого носильщика мы уже Осмотрели У этого тела вроде бы мы тоже осмотрели Отрубленную руку мы нашли Ей можно драться Если очень захочется Специи Светящаяся масса Не знаю что это Но давайте возьмем Так Что тут у нас? Штаны Ну такие штаны себе Мне мои средние доспехи Вполне нравятся Так Все Теперь заходим Да, смело Пока что тут только Носильщик третьего уровня Был интересным Это у нас Мы вообще где? Давайте посмотрим Пристань старьевщика Ага Ща бы сагрить А, это у нас тоже лучник Ну короче Не сагрим Придется драться опять Со всеми оставшимися здесь Лучник третьего уровня Тоже Кто там? Повар, боец Ждем пока стамина восстановится Наш наемник Пока танкует Так, хорошо Всех Разобрали Нет, что Уголь у нас Возьмем Угля не так много Как хотелось бы Каменную пику Брать не будем Железо Шкура носа О, мы можем Толстую шкуру Из шкуры носорога Делать как раз Кувшин Можно на стол Кстати, миску и кувшин Да, и вот эту всю ерунду Можно на стол будет ставить А, это сразу трофей Который мы можем повесить На стену Ладно, возьмем Сразу Можно будет его использовать То есть это не просто Оторванная голова Как вот мы с животных Получаем периодически А это сразу целый трофей Так, хорошо Там вон еще кто-то А, еще сверху там есть Давайте посмотрим Можем ли мы тут Что-то полутать Сундуки у нас Возле костра Стоят там В лагере Может быть И здесь будут Какие-то С интересными Материалами Ну тут железо Хотя бы есть Там Вот эти Базовые ресурсы Наверное Брать я не буду Чтобы сейчас Место в инвентаре Не занимать Это что у нас Свечи разного цвета Ладно Возьмем Так Я отрегенился Как там наш наемник Не очень Он отрегенился Давайте мы его Перебинтуем Но он уже Шестой уровень Взял Я двадцать восьмой Мне еще два уровня Надо набрать И он уже Четверть своей еды Съел Окей Так Ладно Идем тогда выше Посмотрим Там еще Как минимум Двое сидят Записка Песня Черной руки Можно Почитать Если кому интересно Но мне не очень Интересно Так Тут у нас больше Вроде ничего Нет Давайте вниз Немного Спустимся К вот этим Вот Давай Подвое Подвое Пусть они К нам придут Сюда Не будем Спешить Хорошо Че там у нас Танцор Танцор Это хорошо Но Поздно Немного Мы сейчас Танцора Не затянем В другой раз Танцоров Себе поищем Это у нас Серая краска Ну ладно Пусть валяется И еще Трое Трое Да Как минимум У нас Давайте Я Выпью Немного Чтоб Быстрее Здоровье Восполнить Так И Врываемся Плотник Ау 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 Выносливость Закончилась Боец Второго Уровня И лучник Тоже Второго Уровня Скромник Скромник Тут у нас Короче Из интересного Это Танцовщица Была И Носильщик Третьего Уровня И кто-то был Еще по-моему Третьего Уровня Ну это Так Вот эти Железные Фиговины Забираем О Серый Немного Хорошо Я пока Еще Не нашел Серу Ребята Опять же Спайлерасты Проклятые Писали Где Ее Искать Но Я пока Туда Не ходок Просто Потому что Мне об этом Написали Буду Искать Ее В другом Месте Боевая Раскраска Черной Руки Декоративная С эмблемой Боевой Раскраски Это Декоративная Боевая Раскраска Ладно Давайте Возьмем Давайте Возьмем Пусть Поваляется Как минимум Просто у нас Где-то В сундуке Так Ну Вроде бы Все Тут мы Зачистили Кажется Ну Теперь у него Уровни Конечно Набираются Долго А И вот А да С этого выхода Мы выходили Как-то О Стоп Золотой Боец Так Как мне Как мне Иди сюда Как мне Сделать Чтоб ты не дрался Следовать Следовать Ух ты Ё Ёлки-палки Тихо Переместить Побежали 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 Не-не-не Побежали Побежали Давай-давай-давай-давай Беги глупец Беги Один раз Да Переместить Да А иди сюда Иди сюда Два раза Ааа Нет 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 Ну Посмотрим Сейчас Мы зайдем В игру После краша Посреди Полного Лагеря Бандитов Без ХП Практически Ни у меня Ни у нашего Раба А Стоп Игра Сохранилась Ой-ой-ой-ой Побежали Отсюда Побежали Игра Сохранилась Чуть Вдалеке Как раз Как раз Когда мы Увидели Этого Золотого Так Нам надо Сейчас Чтоб лучник От нас Отстал Все Не стреляет Но по-моему Нашего Раба Мы потеряли Да давайте Уже И выйдетесь Ну Камон То они Пробежав Два метра Исчезают А тут Что-то Упорно Бегут Меня только Лучник Смущает Потому что Стреляет Да попей Воды Не тошни Тут Ну походу Мы Спутника Нашего Потеряли Да И на этом Все А что мы его потеряли Он по идее Должен был появиться Рядом с нами Все же Он был еще живой Когда игра Крашнулась А нас Немного Откатало Назад Ну этот Уже практически Приручился Жалко Жалко Конечно Это Прям Печально И тут Механики С оживлением Насколько я понимаю Нет Как вот Например В тех же Мифах Империи Мы не можем Оживить Нашего Раба Это тоже Очень плохо Ягода Мы так И не нашли Ну зато Бронника Можем Теперь Взять И он У нас Тоже Инвентарный Раб Мы его Не можем Просто взять И поставить Я понял Только В слотик И что ты нам Будешь делать Сейчас посмотрим Сравним Броню Может быть Он Больше Защиты Будет давать Когда он Типа Крафтит Да Давайте Распакуем Материалы Вот эти Которые Мы Ууу Пятьсот Шкур Медведя Неплохо Руки Можем Выбросить Драться Я ими Не буду Да Больше Вроде бы Ничего Мы не Получили Только вот Пятьсот Шкур Медведя Но это Недурно Весьма Недурно Давайте Может быть Чашку Поставим Куда-нибудь Броннику На верстак Поставим Трофей Вот этого Куда И Теперь Переработаем Шкуру А у нас Кожев 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 Опытного Бронника Не Засчитается Нет Нам надо Именно Убить Медведя Слона Или Носорога Чтобы Чтобы Это Засчиталось Жалко Ну Ладно Крокодилов Тоже Переделаем И У нас Еще Есть Да Пару Шкурок Носорога Как раз Надо Наверное Коры Докинуть Так Броня Да Давайте Посмотрим Наша Броня 59 Прочности Плюс 15 Веса 753 Прочности Больше Веса Больше Прочности Ну То есть Защита Именно Да В принципе Неплохо И Меньше Весит Даже Практически На сотку Прочности Больше Окей Окей Это Это Неплохо Надо Еще Сделать Тогда Оставшийся Набор Чего Не хватает Шкур Не хватает Что ли Ну все Вроде Так Хорошо У нас Появится Еще Толстая Шкура Мы Можем Из Толстой Шкуры Сделать Чего Нибудь Интересного 217 Все Таки Немало Вроде Так Но Мы Мы Зато Увидели Именно Раба Того Которого Мы Можем Приручать Он Там Может быть Не Всегда Спаунится Да Но Как Минимум Мы Теперь Знаем Как Они Выглядят Жалко Что Наш Конечно Раб Помер А Мы Еще Хрусталь Получили Да Вот Эту Целую Кучу Хрусталя Мы Тоже С Сундука Получили Да Который У носильщика Забрали Какую-то Еще Алхимическую Основу Чтобы Это Не Было Оставим Нам Это Пригодится Железо Все Переплавилось Уже Тем Временем Немного Серы Вкуснятина Так Мясо Это Довольно Быстро Сгниет Мне Почему-то Кажется Это Барахло Просто Пока Выкладываем Без Понятия Что С Ним Делать Но Разберемся Там Со Временем И Вот Это Все Мы Готовы Снова Идти Но Блин Без 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 Напарника Ходить Бродить То Так Давайте Мы Вложимся В Авторитет Мы Пару Уровней Подняли Ну До Тридцатого Еще Все Равно Далековато Далековато Это У нас Останется Напарнику Следующему По идее Там Должен Труп Его Быть Где-то Да Но Одному Туда Ити Прям Супер Жестко Они Лучники Замедляют И Может быть Очень Больно Я думаю Надо в следующей серии Алхимию Выучить Перекачаться Полностью В Авторитет Да В принципе Ресурсов У меня там Запас Какой-то Есть Пока что Мы не так Чтобы Много Собираем Но С Высоким Авторитетом Оглушать Мы будем Лучше И Наши Бойцы Будут Больше Урона Наносить Может быть Получится Золотого Какого-нибудь Вот этого Взять Давайте Сейчас Посмотрим Он Всегда Тут Будет Спавниться Или Нет Нам Нам Нужна Подзорная Труба Носильщик Есть Боец Блин Надо Какая-то Подзорная Труба А то Капец Как Неудобно Ну И я Тело Нашего Этого Не заметил Так что В принципе Ну Пробежали Нормально Можно Наверное Таки Пойти Поискать Будет Ягоды Все же Если мы Сейчас Оторвемся Благополучно От этих Всех Балбесов Тихо Не падаем Не прыгаем Пока Не прыгаем Пока О Хорошо Все Убежали Причем В разные Стороны Куда-то Вниз Туда Побежал Да Ладно Давайте Раз Я уже Сюда Вернулся Пойдем Ягоды Пособираем Вот Дурачина Лицедей Лицедей Лицедеев Я еще не видел Но тоже интересно Все Отстал И Лицедей От нас Тоже Что? Вот Зараза Лицедей Нужно посмотрите на сутки, это все, что я хотел. Реки глянем, по кругу пройдем, может найдем ягоды. Далеко ходить не пришлось, вот они, вот эти ягоды, семена получили, семена, я надеюсь, не портятся, давайте мы проверим. А, мы их даже не можем положить, можно будет фермерством заняться и начинать выращивать семена. Мы можем мелкого оленя забрать и вырастить тоже дома, надо нам олень. Я не уверен. Ягоды, кстати, сотка в стаке у них и 35 минут, да, 30, ну чуть больше хранятся. У нас там чуть позже что-то типа холодильника откроется. Но нам этого пока хватит. Для тех дел, которые мы запланировали на сегодня, тут... Какие-то эти изгнанники бегали, крокодилов убивали. А, вот кто тут крокодилов убивал. Повар. Мы, кстати, еще готовку не это самое, нормально не изучали. В следующей серии, наверное, алхимией и готовкой займемся. Это что такое у нас? Склянка, ага. Так, ладно. С наемником мне, конечно, понравилось ходить. Гораздо комфортнее. А если, наверное, вот того золотого приручить, то он будет и вламывать гораздо сильнее, правильно? Ну, будем искать. В принципе, мы уже знаем, как они выглядят. И где они могут быть. Да? Так что хорошо. Так, ну что ж. Давайте загрузим ягод сюда. И сразу, да, четыре ягодки использовались. И четверо панцирников начали потихоньку взрослеть. Интересно, насколько панцирники будут лучше или хуже. Ну, даже вот, допустим, простые. Ладно, я согласен, они неинтересные. Скорее всего, будут. А вот, насколько будет, типа, элитный лучше, чем наш наемник тот же второго уровня. Ну, второго ранга, грейда. Я не знаю, как правильно его обозвать. И коня нам еще тоже ждать. Ну, ладно. В любом случае, на этом мы пока что серию закончим. Я подумаю, что мы будем делать с наемником. Может быть... Наверное, все-таки мы в следующей серии займемся алхимией. Перекачаемся, вложимся в авторитет. Как раз, может быть, к тому времени и уровень тридцатый возьмем. Сделаем улучшенное колесо и сделаем улучшенную дубину. Да, и вот, может быть, тогда уж дело гораздо быстрее пойдет, да? В плане вербовки, в плане... Ну, в плане оглушения, как минимум. Вот. И можно будет искать надсмотрщиков более высокого ранга. Это у нас первый, да? А чем выше, тем больше они будут сильнее ускорять скорость вербовки. Вот. И, собственно, золотых там каких-нибудь бойцов или кого-нибудь еще интересных ребят. Тех же крафтеров золотых, да? То есть это тоже будет очень наверняка полезно. Вот. Ну, а тогда, ладно. Пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.